Привет, просветители! Думаю, вряд ли кто-то будет спорить, что патриотическое воспитание должно начинаться уже с ясельной группы. И тот, кто первый раз зашел на мой канал. Чего? Не могу сказать. Это стиль речи такой? Или это сарказм и ирония почти в каждом ролике? Непонятно. Буду слушать, но верить пока не буду. Если не заняться воспитанием наших дошколят уже сейчас, то в итоге мы получим вот это. И, как вы понимаете, здесь время уже упущено. Что, не понимаете о чем я? Ну, школьник, флаг Америки, предатели. Сложите 2 плюс 2. Это так себя ведущие Россия 1 чувствуют. Сложная работа. Каждый день серьезным лицом такой бред выдавать. Громкий скандал набирает обороты в небольшом карельском городе Костомукша. Здесь учительница заставила пересесть спиной к доске школьника, чтобы не видеть американский флаг на его кофсе. Родители мальчика возмутились поступком педагога. Однажды мою однокурсницу поймали в электричке без билета. Да, бедные студенческие годы. Тогда нас еще ежедневно не кормили патриотизмом с ложечки, поэтому мы выживали как могли. Либо булка в столовой, либо билет на электричку. Я покупал билет. Думаю, по мне до сих пор заметно. Нет. Так вот, контролер, проверив билеты других пассажиров, заявил моей подруге. А ты ехай между вагонами. С этим мальчиком произошла плюс-минус такая же ситуация. Окей, она абсолютно не такая же. Но в моей голове они почему-то близки. Я художник, я так вижу. Отстаньте от меня. Из класса я тебя выгонять не буду, но и на флаг Америки сил смотреть у меня нет. Поэтому разворачиваемся. Мой сын пришел в лице и в кофте. На ее лицевой стороне изображены цифры, внутри которых изображение американского флага. Кофта была куплена задолго до начала проведения спецоперации на территории Украины. Да и какая разница, когда она была приобретена. Я считаю, что поведение и действия преподавателя неадекватны в данной ситуации. А вот Людмила читает по-другому. Кто такая Людмила? Очень умная женщина. А в одежде бывает заложенный смысл. Сегодня, а завтра в школу с оружием. Так начинались многие преступления последнего времени. Не обижайтесь и отстаньте уже от учителя. А лучше закройте эту тему. А огласите весь список, пожалуйста. Какие конкретно преступления начинались с красной кофты? Про розовую я наслышан. Нет, я, конечно, понимаю. Сегодня ты играешь джаз, а завтра родину продашь. Но все же. Ребенок пришел в школу не в той одежде. И вот уже стрелок готов. Так может нам тогда не надо вводить начальную военную подготовку? Это я так на прошлый ролик намекаю. Вдруг не смотрели. А учителю мое уважение за патриотизм. Раньше в школе в угол ставили, а сейчас так. И в этом нет ничего страшного. Ну, если патриотизм проявляется в этом, то вопросы снимаются. Только тогда нужно сначала от иностранных телефонов избавиться, компьютера, интерактивной доски в школе. Чтобы не только кофты страдали, а то какой-то половинчатый патриотизм. Школа поступок учителя объяснила своеобразно. Педагог хороший, но в возрасте. А это что за иджизм? Все опытные педагоги ведут себя так? И болезненно относятся к событиям в Украине. И, судя по всему, она нашла виновника этих самых событий. Вон он в кофточке сидит. И лыбится. Черная пятница – это время не только штурмовать магазин и в попытках купить вон тот робот-пылесос. Он такой миленький. Но и возможность получить новую профессию с очень хорошей скидкой. Ведь скиллбокс с 1 ноября весь месяц проходит Черная пятница. А это значит скидка до 60% на курсы. Проходишь курс профессия Data Scientist и уже через полгода обучения можно устраиваться на стажировку. А через 2 года ты мидал. Зарплатой более 200 тысяч. Да и про льготы для IT-специалистов забывать не стоит. Обучение начинается с освоения базовых инструментов для работы. Python, SQL, Excel, Power BI, Airflow. Поэтому подойдет даже людям без опыта в сфере IT. Вы можете выбрать одну из трех специализаций. Специалист по машинному обучению, дата-инженер и аналитик данных. Естественно, к полученным знаниям добавится и практика. А также три больших проекта для портфолио. Возникнут сложности, на помощь придет личный наставник. Кроме того, вы получите индивидуальную карьерную консультацию и помощь в оформлении резюме и портфолио. И да, выпускники курса уже трудятся в райфайзинге, теньков, ВТБ, ВК. А убедиться в эффективности в обучении скиллбокс можно по многочисленным положительным отзывам. Переходи по ссылке в описании и начинай учиться уже сейчас. А первый платеж сделай только через полгода. И приятный бонус. Год английского в подарок. Успей записаться до конца черной пятницы и получить скидку до 60%. Чтобы никаких эксцессов с кофтами не происходило, нужно с самого раннего возраста объяснить детям, что такое хорошо, а что... Прямой путь в предателей с американским флагом на груди. И наконец-то дед... Лед тронулся. Воспитание детей на основе российских духовно-нравственных ценностей начнется с детских садов. Ну, теперь можно выдохнуть. Задача программы – ввести акцент на формировании у детей российских духовно-нравственных и социокультурных ценностей с учетом их возрастных особенностей, говорится в заявлении министерства. Аж два раза слово «российских». А то вдруг какие-нибудь другие духовно-нравственные ценности просочатся. За ними глаз да глаз. Программа поможет создать единое ядро содержания дошкольного образования, ориентированное на разностороннее развитие и воспитание подрастающего поколения как знающего и уважающего историю и культуру своей семьи, большой и малой родины. Вот он, портрет идеального дошкаленка будущего. Знает и уважает историю и культуру России и своей семьи. А все эти палочки, крючочки, логическое мышление... Но, как отметила моя подписчица в Телеграме, у родителей повода волноваться нет. Сначала нужно попасть в детский сад. А сейчас это самый настоящий квест. Как конкретно будет развиваться единое ядро патриотического воспитания в ясельной группе, мы узнаем, наверное, уже в следующем году. Уверен, что успешно. Но некоторые регионы нашей страны решили о ядрах уже сейчас поговорить. Блокнот безопасности дошкольника. Теперь, если меня попросят рассказать, что не так с этим годом в России, и почему у меня такая антипатриотическая позиция пацифиста, я буду этот блокнот показывать. Вот этот. Осторожно, мины! Осторожно, обстрел! Кто-нибудь в прошлом году мог представить, что российские дети будут мины в блокнотике раскрашивать? Нет? Скажите спасибо парню в красной кофточке. Вот и для родителей содержание блокнота стало... сюрпризом. Начинается все достаточно безобидно. Запомни совет, очень нужный и важный. Он может тебе пригодиться однажды. Не трогай предмет, что лежит на пути. Советуем срочно за взрослым пойти. Чужие машинки, блокноты и книжки, пакеты, коробки и плюшевый мишка все это в себе может прятать опасность. Не трогай, не нужно трагедии напрасных. Первое задание. Лишний предмет. Зачеркни те предметы, в которых может притаиться опасность. А вот уже второе задание, прятки для сыщика, вызывает у меня желание поблагодарить всех за свое счастливое детство. Раскрась те предметы, куда невозможно спрятать мину лепесток. А мы в детском саду пытались фигуры одной формы сгруппировать. И лепестки ромашки к стенду прикрепляли. Третье и четвертое задание дает возможность немного отойти от лепестков. Но уже пятое снова возвращается к оружию. Опасная путаница. Под каким номером находятся предметы, которым опасно прикасаться? Распутай, раскрась. Мам, а мы сегодня гранаты раскрашивали. Если вы не мечтали услышать такую фразу из уст своего ребенка, с вами явно что-то не так. Уже в детском саду я привык работать на публику. Прошло 30 лет, ничего не изменилось. Фоткай, фоткай, фоткай меня. В 4 года я знал огромные отрывки из мухи-цокотухи, доктора Айболита, Федорина Горя. А чего добился ты? Воспитатели расставляли вокруг меня стульчики, рассаживали детей и отправлялись пить чай. А я стихи читал. В 2022 году меня бы заставили читать у Женичуковского. Запомни, что делать тебе при обстреле. Игрушки оставь поскорее качели. Знакомому взрослому сразу спеши. Тебе он поможет проблему решить. Не плачь понапрасну. На землю ложись. И за воспитателя крепко держись. А если обстрел тебя в доме застал, скорее со взрослым спускайся в подвал. Не стой у окна. Не залазь под кровать. Тебя будет некогда взрослым искать. Послушным ребенком советуем быть, чтобы жизнь и здоровье себе сохранить. Меня в детстве больше всего пугал волчок, что может ухватить за бочок. А тут детей вон жизнь сохранять. В детском саду учат. А вас не учили? Нет? Вот видите, педагогика не стоит на месте. Непонятно и почему люди не хотят детей заводить. Приходишь на новогоднюю елку, а твоя дочь с выражением в стишок про обстрел рассказывает. Запрещенный силуэт. Обведи те силуэты, к которым нельзя подходить или прятаться при обстреле. Недавно один из министров заявлял, что айтишникам волноваться не о чем. Смело возвращайтесь. Полностью согласен. Неужели кто-то из родителей не хочет, чтобы твоя пятилетка подобные задания выполняла? Опасные места. Опиши расположение комнат. Найди сходство и различия. Пометь красным те места, где нельзя находиться при обстреле, а зеленым те места, где можно находиться. Уверенность в завтрашнем дне просто to the top. Безопасная половинка. Восстанови половинку дома. Дорисуй подвал, куда нужно бежать при обстреле. А если у моего дома нет подвала? Спать этот ребенок сегодня будет максимально спокойно. Мам, мы все умрем? Нужная пара. Найди одинаковые предметы. Раскрайся их. Куда нельзя прятаться во время обстрела? Что изображенного поможет при обстреле? Когда мои бустеры предлагали мне начать делать обзоры на книги, я думаю, они все-таки не это имели в виду. Кстати, вот мои замечательные топовые бустеры. Если у вас есть возможность и желание поддержать меня, переходите по ссылке в описании и смотрите мои ролики и стримы первыми и без рекламы. Если среди детей еще остались те, что не бьются в истерике после второй главы, можно переходить к третьей. Осторожно, мины. Под ноги смотри, если быстро шагаешь, ведь то, что укрыто в траве, ты не знаешь. В моем детстве дальше было бы что-то про стекла или ямы. Или про жука или червяка. Внимание! Мины там могут скрываться. Их стоит тебе, как огня, опасаться. Без взрослых не стоит бродить по округе. С собакой гулять или мчаться к подруге. Про парк или лес ненадолго забудь. И только со взрослым прокладывай путь. Ненадолго? Авторы блокнота, похоже, оптимисты. Хоть по заданиям и не скажешь. Внутри, снаружи. Проведи линию так, чтобы мины-лепестки оказались снаружи, а дома внутри. Отыщи контур. Соедини стрелочками цветную картинку с контуром. Обведи тот предмет, который не несет опасности. Мам, мы сегодня рисовали мины, гранаты, шашки и взрывчатки. Как же я люблю в детский сад ходить. Найди мину-лепесток. Найди мину-лепесток на рисунке. Раскрась ее. А помните годы, когда дети не раскрашивали мины-лепестки? Темные времена. Задание по порядку. Поставь цифру по порядку. Что нужно делать при обстреле? Раскрась. Так мы же с обстрелом еще во второй главе разобрались. Задание грибники. Соедини грибы по очереди, ориентируясь на цифры. Выучи пальчиковую разминку. Придумай для нее движение, используя пальчики. Раз, два, три, четыре, пять. По грибы нельзя шагать. Там опасность может ждать. Их никак нельзя срывать. Мы писали, мы писали, наши пальчики устали. Мы немножко отдохнем и гранату обведем. Ректор Белгородского института стратегии развития образования Михаил Шейченко заявил, что блокнот безопасности дошкольника сырая методичка, которая не должна была попасть в детские сады. Но она попала. Вот доказательства. Мы постарались туда заложить все ситуации. Нам нужна была обратная связь. Направили в разные инстанции для получения рецензии. И психологам, и силовикам, и образованцам. Но не запускали его в образовательный процесс. Будем сейчас выяснять у управления образования, как это в принципе попало в детский сад. Образованцы, кстати, мое новое любимое слово, похоже решили, что им содержание подходит. Телеграм-канал Осторожно новости сообщил, что родители воспитанников детского сада пожаловались на блокнот безопасности дошкольника. По мнению родителей, у детей отбирают детство, рассказывая им про реалии СВО. Проблема в том, что детство и отцов у детей отбирают не составители блокнота, а совершенно другие люди. Ужасно, но информация из этих заданий действительно может быть полезной. Вот оно, новое детство. Ждем очередное высказывание депутата. Что-то с демографией проблемки. Наверное, книги о Чайл-3 виноваты. Просто в мае этих же детей заставляли с флажками и транспарантами у детского сада фотографироваться. А теперь вот мину лепесток раскрашивать. Очень хочется, чтобы товарищи, радующиеся обстрелом мирного населения, со своими детками подобные блокнотики поразукрашивали. Возможно, тогда абстрактные военные действия и чужое горе станут чуть-чуть ближе. Друзья, если вы хотите поддержать меня, обязательно поставьте лайк этому видео. Так оно наберет больше просмотров. Кроме того, не забывайте про мой телеграм. Там интересно. И все новости образования появляются гораздо быстрее. Еще раз напомню про Бусти. А я встречусь с вами уже на следующей неделе в новом ролике в понедельник в 17.00 по Москве. Всем хорошего дня и до встречи.